и снова здравствуйте всем привет пока я отложил анимацию именно удава из плохих парней ищу пока там покадровки ну понять как он там ползает нужно в этом ролике давайте рассмотрим вариант как можно именно сделать модель как не моделируя но по референцию да хотя бы по одному по боковому это опять значит аркейн погнали смотреть так первым делом текстура импорт сейчас вы наверное поймете за что я говорю мало именно картинок информации по вот этому вооружению именно аркейн бомбам ну вот такой нашел чья-то 3d модели просто арт не по моему 3d модель так и давайте вот это все дело попробуем сделать z отключаем глаз и z отключаем текстурку теперь что нам понадобится нам понадобится куб мы вытаскиваем куб так edit made polymesh и включив флур переворачиваю вот в эту сторону вот так почему потому что доделывать я буду скульптой с альфа 6 тоже сейчас все это дело покажу как я делаю полностью какие-то копии моделей погнали делаем dynamesh побольше мне нравится именно вот такие вот способы не моделируя очень экономит много времени и модели в принципе получается неплохими нам понадобится значит первым делом один референс установленный на постоянку вот сюда надо все это дело постараться теперь не двигать а делать именно маскирование погнали маскируем значит чтобы нормально было давайте сделаем вот такой вариант заходим геометрия сейчас уменьшу именно полигонаж куба так вот 194 тысячи полигона в принципе нормально так вот удалила картинка куб вот такая штука есть здесь когда картинка включена допустим посередине можно сделать дайномеш и этот квадрат или круг вычитание будет аллоу ну да так немножко отвлекли значит делаем дайномеш 98 тысяч полигонов если что догоним теперь делаем сколько у нас получается дубликатов это будет три дубликата ставим на первый эти отключаем отключать можно через shift зажатый левая кнопка мыши щелкайте на любом именно саптуле и они убираются все на тот который включен остается активным shift z включаем нашу обезьяну и будем сейчас все это дело маскировать значит так нам нужна первая деталь это рука давайте мы и так у меня именно мыша z я чуть-чуть еще уменьшу прозрачность чтобы видеть маску и вот так вот желательно аккуратненько все это дело обводить чтобы нам нужны именно контуры потом все это дело будет корректироваться дорабатываться вот залазить не надо никуда и вот замаскировали будут конечно расхождения из-за того что будет доработка именно вот сейчас отключим shift z вот надо чтобы все было закрашено будет конечно отличие но в принципе все текстурки вот этой вот модели по краску можно будет снять даже вот ключ вот этот сделать именно вот по этому референцию тоже объясню сейчас постараюсь в этом ролике полностью показать как доделывать эту модель так это у нас значит оп чуть-чуть вперед залезем это у нас первая модель переключаемся на вторую модель эту отключаем куб теперь нам нужны ноги ноги тоже вот так вот это все дело аккуратненько маскируем так чуть-чуть здесь чтобы нормально все закрасить потом еще подкорректируем так 3 деталь у нас получается ступня вот это ну давайте и ступню вот эту сделаем с этой чуть попроще ее можно потом будет обрезать тут вопрос какой она вытянутая просто такая длинная или она еще плоская но это нам без разницы да теперь делаем дубликат это я 1 2 3 4 значит 4 у нас получается детали все это делаем пятую делаем это 5 это у нас будет тело ну здесь будем догадываться внизу как она приблизительно это все дело сейчас попробуем повторить значит делаем еще один дубликат на него переключаемся снимаем маску потому что на ней там нарисовано это control левая кнопка мыши и теперь чем мы вот это вот все делаем рисуем значит нашу вот эту наше тело да где-то ну тут она проходит я приблизительно так нарисую все должно быть пока то таким вот образом все это дело опять же маскируем и сейчас будем еще дамазывать если где-то пропустилась какая-то деталь так есть такое делаем ключ потом покажу как сделать так диски это будем делать с чем мы будем делать по барабану с чего достаточно будет значит какой-нибудь штукенции так ну пока вот это все оставляем делаем сохранение чтобы вот этот файл полностью так а хотя он сохранится то текстуры не будет ну тогда смысла нету нам нужно все подготовить чтобы можно было начать двигать вот эти вот все наши вот эти вот заготовки чтобы потом нам референс уже не понадобился делаем короче это все за раз так ну в принципе все да так проверяем отключаем глаз это значит у нас нога мы еще немножко потом лучше обрежем так старт отключаем здесь у нас получается тоже вот такая вот заготовочка и здесь у нас получается рука ну вот все важные части вроде бы есть начинаем с руки переворачиваем делаем control и включаем транспоз вытягиваем нашу вот эту руку и снимаем маску делаем дайна мэш следом то же самое делаем control и вытягиваем нашу ногу побольше можно и делаем дайна мэш следом то же самое проделаем control и инвертируем маску вытаскиваем ступню снимаем маску control левая кнопка мыши и вытягиваем все это делаем дело делаем дайна мэш следом control и и делаем тело тело можно вытянуть побольше давайте вот так и делаем дайна мэш так заготовки есть что прикольно все создата следом что еще нужно сделать нам нужно это все дело потом как сказать подогнать именно по центру возможно даже отзеркалить вот это все дело control левая кнопка мыши мы маскируем делаем control w от соединяем делаем геометри модифика полуджи дал hidden удаляем скрытую часть так следом можно все это подвинуть к середине это вот таким образом запас оставляем для работы именно над телом над телом потом так следом у нас выходит другая деталь мы ее тоже маскируем контру w control w отсоединяем control z транспорт можно уже ответить control shift нажимаем на модельку опять же геометри делаем н панель можно теперь вот так еще переключаться другую деталь делаем control w control shift левая кнопка мыши делал hidden н панель и еще одна деталь маскируем control w делал hidden включаем через shift левая кнопка мыши видимость всех наших саптулов выбираем через alt нужный саптул вот у меня тут гизма вот это вот издевается перекручивается как ее угодно ставится куда хочет не есть good так подводим следом alt подводим ну и ногу через alt подводим где-то вот сюда она подальше уходит наверно ну или наравне без разницы и так вот у нас собрана уже мартишка когда мы ее отзеркалим закроем и доработаем у нас получится уже так считай готовые тела ну погнали делаем так дай нам с делаем одной детали control левая кнопка мыши другой детали control левая кнопка мыши другой так вот это у нас должно остаться делал я на правую сторону для чего зеркалить и делать я буду сейчас скульптис альфа 6 поэтому я немножко еще надо подгадаться вот так где-то и тут еще в чем вопрос что скульптис альфа 6 возможно вот эту сетку не примет вот эту дайномешевскую поэтому чтобы она стала мягче лучше глажей давайте сделаем зеремеш зеремеш сильно низко полигональную не надо делать вот таким вот образом будет нормально там четыре пять тысяч полигонов это главное чтобы сетка была хорошая ну как чтобы скульптис альфа 6 ее приняла потому что она на это дело очень капризная принимает не всегда и не все ну вот такие у нас заготовки следом сохраняю теперь файл делаю save as чтобы вдруг не пропало просто сохранение автосохранение еще не прошло the brush обезьяна сохраняю на рабочий стол теперь нам нужны вот эти все саптулы сохранить именно на рабочий стол и закинуть скульптис альфа 6 и там с ними работать попробуем экспортировать экспорт пишем тело попробуем если примет эту сетку то дальше будем сохранять нет будем опять переделывать это картинка по прошлому ролику теперь нам нужен именно референс вот этой вот обезьяны чтобы видеть что и как там вот такой так скриншот я сейчас все это дело сделаю по центру чтобы лучше все это дело лепилось скриншот делаю вытянутый тогда будет лучше по пропорциям все это дело по попадать сохраняю на рабочий стол заходим в скульптис альфа 6 background и находим нашу вот эту наш вот этот скриншот так смотрим как он тут установился вы видите что ну плюс минус возможно где то он и сплюсь так сплющен не суть вопроса это уже мелочи импорт модельку импортируем тело new сцен все попало так alt левая кнопка мыши делаем зеркалку вот почему я делал правую сторону потому что скульптис альфа 6 именно все дело дублируется справа налево the brush слева направо так ну вот у нас есть болванка теперь детализацию ставим на середину и пробуем флаттеном все это дело сделать ну вот так округло как здесь плюс минус где то накидать массы погнали так что он тут главное чтобы он приминал а не выдавливал и вот так вот прям округляем округляем можно даже чуть чуть посильнее поставить интенсивность и тогда она пойдет поедет сейчас вы наверно кто-то задается вопросом зачем столько геморроя когда то же самое можно было сделать именно the brush тоже так же выглядеть не суть вопроса все это дело можно было бы сделать и там но здесь мне нравится именно работа вот этого флаттена он здесь мягок не надо лишних настроек и вообще мне здесь нравится работать я уже много раз говорил о том что это недооцененная программа единственно чтобы ее если бы доработать то было бы все зашибись так теперь что мы делаем формата у нас по рефу была точная можно ее еще по этому рефу подогнать но я потом в этом буду выбрать уже там все это дело делать так выгладываем делаем все это гладенько вот тут еще вопрос в чем смотрите она надутая значит что делаем включаем или кисточку кисточку драйв вот эту или возможно граф выравниваем шифт правой кнопкой мыши сделаем кисточку побольше интенсивности поменьше можно просто ее вот так вот аккуратненько тут попробовать поднадуть она тогда станет именно полук ну как овальная надуваем ее прям побольше так интенсивность побольше вот так так а вот где тело там по-моему она поменьше идет и вот где лапы наверное тут чуть-чуть все это дело надувается выглаживается вот как-то так-то так и вокруг вот это дело нам нужно именно округлить можно было это сделать конечно и цилиндры но вот такой вариант я частенько использую он не настолько сложен но зато потом получаются хорошие такие варианты так так вот 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 что-то в этом духе сейчас пока получилось тут можно еще немножко выгладить если что можно будет потом еще ее закинуть с кубки с альфа 6 и уже здесь долетить или излепить допустим уже именно же брас добавим живота массы чуть-чуть добавим где-то на стенку и чуть-чуть это все дело выгладим так что у нас там по животу ну в принципе нормально все теперь экспортируем все это дело назад можно использовать гос именно экспорт из забрать пульс из альфа 6 потом в блендер майку и работать уже именно не сохраняя вот эти пулы а перекидывать туда-сюда я это дело показывал ролик ссылку кину как настроить именно в описании можете поглядеть так дальше я вас не буду вот этим повторяющимся элементом заставать уже понятен дальнейший смысл я сейчас подготовлю остальные саптулы и потом уже начнем все это дело собирать итак когда детали сделаны давайте выбираем тело импортируем сюда уже измененные модели это значит тело 2 дальше выбираем руку импортируем рука 2 так получилось вот такая вот значит деталька добавляем опять текстуру потому что ее тут уже нет вот она выбираем делаем ее активной уменьшаем или пусть по центру поставим прозрачность уменьшим подключаем глаз и пробуем значит подогнать нашу эту обезьяну именно первоначальному варианту чтобы у нас не было больших изменений так вот лапу я тут попробовал изменить мофта полностью включаем кисточку и вот лапу я пробовал менять значит мы ее тут немножко подгоняем уплотняем все в том можно ее выгладить или можно просто уменьшить выбираем транспор alt левое тапкомуше переносим на нашу модельку и делаем скайл доводим ее до размеров первоначальных ну вроде бы попало ctrl shift выбираем trimrept квадрат и попробуем это дело все обрезать обрезаем ну вот еще шинзет отключаем нашу вот эту болванку попробуем еще шинзет ее чуть-чуть сверху обрезать с ногой тут можно попроще выбрать другую кисточку вот она это клип давайте выше подниму вытягиваем подгадываем именно на вот эти углы так а тут угол выбираем чуть поострее чуть побольше и вот она в принципе нормальная обрезка так теперь по телу видите что тело выходит у нас за руки вот эти это не есть good значит что будем делать будем через alt плюс плюс все вот следом возможно где-то мог топологи поджать ну допустим тут ну вот эта часть вот где лапа должна не знаю наверное сплющенная быть а давайте попробуем обыграть это дело и вытянуть чуть-чуть вперед чтобы обезьяна была более нормальной и подкорректировать проще живот так лапу тоже уводим в бок выбираем через alt нашу вот эту заготовку и пробуем ее подгадать именно вот по этой части она там окажется еще ниже находится вот так ну живот присутствует так зад чуть-чуть еще можно припустить так и тут уже какая штука значит вминаем здесь побольше вот так а здесь живот выводим поровнее вот ну должна быть где-то наверное вот такая форма почему потому что ну раз все так интересно что значит старик выбираем нашу руку подгоняем ее поближе к телу так ставим вот таким вот образом делаем сын курс и вот эта лапа она еще тоньше бэм бэм так нога ну нога в принципе такая ну давайте ее тоже немножко отсобачим чтобы она ровнее была так 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 как мы ее чуть-чуть обрезали мы ее можем чуть-чуть с ноги выходит что передняя часть чуть-чуть побольше а это чуть-чуть как бы поострее можно даже спереди чуть-чуть приподнять вот так вот как по катышам идет так 6 з подгадываем опять к нашей заготовке и поднимаем нашу заднюю вот эту через альту убираем нашу обезьяну поднимаем вот эту заднюю часть ну в принципе по груди тут все нормально единственное что вот эта часть уходит больше вглубь так а это что тут ну вот где-то угольно гнездовая чтобы был хребет вот вот теперь заедут так живот живот попал единственное что можно грудинку немножко а вот тут чуть-чуть ее вперед растянуть чуть-чуть растянуть вот так сделать овалом так убираем убираем больше наверно вот эту часть где нога будет больше надута здесь наверно должна быть поменьше иначе 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 рука плотно не пристанет так значит живот нужно немножко капелькой сделать а эту руку тогда возможно она и под уклоном но вот здесь она уже станет более-менее нормальная так это делаем есть алис губ ну где-то так а здесь можно прям по низу так и сделать и по надуть и живот тут нога позволяет растягивать тянуть а вот рука нет здесь теперь еще получается нестыковка нужно дотянуть бок чтобы здесь у нас прилегала плотно значит она у нас идет срезанная по дуку вот так вид сверху посмотрели ну а теперь другой вопрос так нога видите где ставим и дотягиваем вот эту нашу заготовку до самой ноги так это я не то тянул так это будем тянуть как-то вот отсюда вот и теперь значит джопкинс придется нам здесь еще подтягивать но возможно чуть-чуть не плотно сидит а чуть-чуть вытирает за персонаж но тоже тут не видно но оставим пока так вот так ну здесь вроде уже вот раз покатну но здесь уже нормально все а тут она ровно идет подставляем нашего персонажа так чуть-чуть уменьшаем тут бы как с заворотом наверно так опять же уменьшаем так ctrl z ну значит побольше попасть аж на ноги вот вот теперь в принципе уменьшать тут толком ничего не надо вот здесь только что переднюю часть чуть-чуть придавить рука прям хорошо попала так через альт выбираем нашего персонажа ну тут вроде бы тоже все зашибись давайте отзеркалим теперь все это дело так делаем гипометрии модифика повод мира nzl ctrl z ctrl z а ну-ка оказывает так же ctrl z все понятно значит дубляж идет с этой стороны нужно ее толщину подгадать подгадать теперь нам нужно перекрутить вот эту лапу вытянуть ее вперед подставить подставить персонажа и сделать мира nzl так чуть-чуть поравнее мира nzl и еще немножко наверное мира nzl во теперь как то еще понятно так теперь то же самое перетаскиваем нашу перекручиваем нашу ногу подставляем ногу минимум движений мира nzl ну а с этой ногой мы уже сейчас разберемся так ставим по центру значит теперь перекрутку перекручиваем наши ноги а со ступнями вообще все просто мы ступню выводим на центр к ней перекручиваемся и она должна быть по центру вот где-то так делаем между мира nzl смотрим да она перекручиваем подставляем к нашему персонажу вот так вот и делаем мира nzl ну вот уже персонаж готов почти так значит по рукам чуть-чуть я их на перекрутки сделаю nzl ну и немножко опять же корректировки тела и симметрию можно включить вот такая получается штукенция значит здесь все тонн побольше по краям вот делаем вот всему это дай нам и чтобы изменить сетку трисов видите надо трисы сделаем квадры так это 3000 полигонов делаем побольше полигонаж так контрл z чтобы модель была прям сильно полигональная пускай будет тогда можно сейчас еще пролепливать нам надо будет так так ну и опять же резаться будет лучше так есть такое дело теперь займемся вычитанием сезон включим нашу модель так а пардонки вот с этим делом пардонки я же тело не перекрутил не перекрутил контрл z x-симметрии включаем и перекручиваем тело так раз два вот теперь shift подгадываем уменьшаем подгоняем подстраиваем так и что у нас по рукам рука у нас четко так тело давайте чуть скайл прибавим так а что тут тогда с рукой так а с руками здесь значит вопрос состоит как вот эта часть вот это я думаю что она чуть-чуть с загибом должна быть вот если так то уже тогда возможно да и здесь наверное чуть-чуть как бы дальняя часть ее прижата вот ну это уже отход значит от референса не суть вопроса четкую копию мы не делаем мы делаем мы делаем именно бомбу четкая копия делается по более лучшим препам ну в смысле боковым там всяким так так задницу чуть-чуть оттянем и вот чуть-чуть округлим вот 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 эту часть я не знаю возможно ее можно и приподнять от земли на уровень ног вот так как-то все это можно выгладить выгладим подгадываем так шейф-зет прогуляемся еще немножко по рефу мне нужно именно подгадать вот эту ногу да так ну нога вроде четко но здесь вот 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 я не знаю тут вроде бы тоже вот это вот прореха ну ничего подгадаем закроем ее здесь прореха наверное все-таки должна быть какая-то заготовки есть намечаем теперь вычитание нужно вычесть вот эти вот как их называют под болты под гайки и сделать нам тело вот это вот сейчас вот 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 это тело сделать маскируем шип-зет смотрим выравниваем модель и пробуем так ну наверное тут лучше вычесть да давайте вычитанием займемся так мира так аппенд делаем цилиндр а сферу пардон z сферу уменьшаем теперь подгадываем подгадываем именно для вычитания можно поставить прозрачность ну ну сколько она туда будет заходить так и делаем наверное скайл чуть побольше где-то сюда подгадываем подгадываем и делаем сферу 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 отключить чтобы они нам не мешали и чуть-чуть значит повыше вот подгадалось значит у нас вычитание ставим вычитание переключаемся на верхнюю модель жмем merge merge down ok и control левая кнопка мыши снимаем маску вычитание не прокатило значит делаем dyname вот теперь вычитание сделано точно так же можно вычесть внутри или маской снять но маской ровно не получится проще сделать вычитание полностью от пустоты внутренней так как это делается делаем переключаемся значит на нашу модель делаем ей дубликат через альт вот я сбил опять этот гизму это шиздец какой-то гизму он у меня капризничает по полной так теперь мы его тоже вводим нашего персонажа ставим на прозрачность уменьшаем стенки так симметрия не стоит уменьшаем чтобы стенки не были у нас толстые пусть там пустота будет поменьше нам главное чтобы попасть вот эти отверстия вот эти и вниз так чуть-чуть подглядываем ну где-то так теперь смотрите что делаем у этой модели маскируем вверх ну аккуратненько конечно да ну овалом вот вот чтобы у нас вот этот красивый овал получился вот так как-то вот ctrl ctrl alt так ну сейчас может растянем так оно вот делаем ctrl и и вытягиваем его вверх вверх уводим в бок выравниваем чтобы стенки у нас были толстые сейчас все это дело еще можно выгладить так смотрим вот тут я понажимал зацепил ненужную штуку ну не суть вопроса так значит так можно еще ctrl z ctrl z ctrl z а не все правильно все это дело оставляем так оставляем и вот вот это дело нужно убрать сбок туда чтобы это все не торчало можно сделать еще поменьше потом вставить цилиндр и цилиндром доработать делаем модифика положим мира как-то так-то делаем дайна мэш и теперь находим так это у нас вот эта часть будет вычитаться из верхней так есть групп почему потому что у нас вот эти части вот 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 эта часть должна именно вылазить за пределы вот этой сферы так а ну-ка делаем control и и чуть-чуть ее выводим вперед так а ну-ка делаем и чуть-чуть ее выводим так а ну-ка не проблема тогда это все дело долепим brush автомаскин backspace mask и налепим вот сюда значит вот такую пинку для чего чтобы когда пройдет вычитание у нас здесь была именно пустота ну чтобы не снимать конечно можно было маску снять и короче ее потом дотянуть доделать там докорректировать но вот эти вычитания в маске будет не очень так mirror m2l делаем всем этом дай на мэш ставим на вычитание и объединяем merge down с основной моделью бам все вычитание прошло и тут уже не без этого что будет артефакты нужно будет все это дело потом еще подкорректировать ну в принципе что внутри пусто теперь понадобится нам модель это будут у нас давайте руки опускаем руки вниз но выше одной какой-то сферы вот этой нижней давайте выбираем нижнюю сферу и вот эти вот две детали так отводим маскируем одну сферу вторую вторую значит отводим подводим к плечу делаем скайл так и подставляем где-то вот сюда заводим поглубже делаем геометри модифитопол для мира n12 так смотрим чтобы хорошо заходило туда вот глубина в принципе нормальная shift ставим наш референс опять же подгадываемся по референсу и подводим эти ага и подводим вот эту вот сферу именно к руке ну вот ставим на вычитание выбираем руки и делаем merge down ok game over а по нам тоже фигня делаем геометрии делаем дайна мы ну вот получается дальше способ тоже самое делаем с ногами по всей стукенцией и потом значит что потом так сюжет вроде дырки совпали но руки по моему надо будет поднимать тут уже тоже будут проблемы так пока вот это не надо дальше заготовка есть вот вот такая вот бебезьяна что нужно сделать нужно сделать голову я сейчас все это дело сохраняю файл save as обезьяна сохранить перезаписать шлем давайте сделаем шлем так это тазик да не проблема выбираем append выбираем цилиндр выбираем цилиндр поделаем ctrl d так ctrl z вот вроде бы верх скошен как надо да так ну вот так делаем делаем the lower ctrl d давайте еще добавим пусть он лучше гладкий будет так 7000 по-любому нормально делаем теперь dynamesh так ctrl z многовато что то ну в принципе все нормальная модель большая поэтому нормально так так фуру можно уже выключить ориентиры есть делаем ну скайл так выбираем shift z выставляем нашего персонажа опять по референсу сперенцию ага рука немножко убежала почему так ну видно не ровно подставляя периодически, но это не вопрос. Так, энд панель, выбираем цилиндр, подгоняем наш цилиндр, выставляем его вот так. Можно его теперь сплюснуть, ну чтоб не резать. Подогнали. Так, еще наверное плющим еще, еще, еще. В принципе понятно. Так, теперь убираем низ. По прошлым роликам, когда я показывал, как делать шлемы. Делаем ctrl-i, делаем сайл, вот так, и уводим вниз. Где-то вот такая штука получается. Можно где-то еще больше растянуть до ctrl-z. Давайте посмотрим, как он спереди. В принципе, нормально делаем ctrl-i, и возможно даже чуть-чуть здесь приподнимем. Вот. Ну вот уже, всем вам не каска, не тазик. Можно также его вычесть. Я не знаю, с вычетом идет. Ну давайте вычитание сделаем, чтобы уже каска, так каска. Делаем дубликат, выбираем нижнюю каску, делаем прозрачность и делаем всему этому делу скаюл. И опускаем все ниже. Делаем скаюл чуть побольше, чуть побольше. Вот так вот. Стенки не забываем оставляем оставлять потолще, чтобы потом не ломалось ничего. Делаем ctrl-i, чтобы дыры не было в мешах. И вниз опускаем, чтобы вычитание было полное. Вот так. Даже можно здесь еще сделать скаюл. Смотрим на стенки, все нормально. Ставим на вычитание, ставим на персонажа, делаем нерсдаун, окей. Снимаем маску, не работает. Делаем дайномеш. Дайномеш отключим ctrl-z. Почему такая годня? Я наверно не переключился, так, пардонте. Убираем ненужное. Делаем ctrl-w, делаем дайномеш. Так, это мало уже получается. Пусть дайномеш будет побольше. Просто еще на каске рисовать надо будет. Делаем опять же повторяем дубликат на ускоренном. Далее повторяем. я не поменял сетку здесь, поэтому она не вычелась. Так, теперь на верхний. Нерсдаун, окей. Вот теперь пошло вычитание. Так, прозрачность убираем. Следом, нам нужно теперь добавить сюда пружину. Сейчас я вам покажу, как делать пружину именно в the brush. Да. Сохраняю сейчас файл. Save As. Обезьян сохраняю, да. Чтобы ничего не пропало. Ну и делаем сейчас пружину. Итак, теперь по пружине. Давайте пройдемся. Посмотрим, как ее можно сделать. Значит так. Переключаемся на дополнительный софт. Ну, выбираем его. Проверить наш, вот он остался. Это просто дополнительные детали. Не делаем Make Polymesh, ничего пока. Заходим в инициализм. И здесь вот есть у нас настройки. Вот она у нас заготовка уже этой пружины. Я ее просто немножко от балды сделаю. Получается, здесь у нас расстояние. Здесь у нас получается, так, смотрим, толщина. Чуть сделаем поменьше, чтобы пружина была пружиной. Следующий параметр. Я давно его не делал. Давайте выравниваем его в толщину. Но все-таки пружина, да. Видите, мы можем вверх раздвигать. Допустим, передвигать. Низ вот раздвинуть, допустим, вот так, да. Вот такая штукинка. Ну, давайте ее низ чуть-чуть раздвинем. И чуть-чуть раздвинем вверх. Ну, вот так будет поприкольнее, наверное. Хотя она там ровная. Ну, вот так будет. Мне нравится, короче. Так же, здесь что у нас за параметр. Проверяем, смотрим, надуты. Надуты чуть-чуть поменьше, чтобы прям пружина была пружиной. И здесь вот должны быть ползунки. Вот. Которые, видите, позволяют вверх поднять, вниз там, допустим, припустить. Здесь вы можете уже полазить, там, какие-то вектакрообразные сделать ступенции. Так, здесь у нас полигонаж. Видите, меньше полигонов, больше полигонов. Ну, там она квадратная такая, да. Давайте чуть-чуть полигонов поменьше делаем. И она будет уже отдельно идти в модели. Поэтому я ее не буду четко переделать. Просто сделаю разверстку еще. Ну, разверстку можно сделать уже вот эту. Именно в блендер будет. Ну, вот теперь, когда вы ее наладили, делайте Make Polymer. Переходите на наш проект, на свой проект. И добавляете Subtool, Append. Добавляете вот эту уже готовую пружину. Так, Append. Вот она наша готовая пружина. А, слева ступка мыши, мы на ней переключаемся. Так, чуть-чуть, наверное, перекручиваем. Делаем ей Skyl. Так, поднимаем, смотрим. Устанавливаем. Shift Z. Где она тут. Так. Дизму отключаем. И чтобы более-менее точно ее поставить. Ну, вот она, кстати, стала на то место, где она и должна, и по размеру, в принципе, подошла. Ну, это класс. Перерезает на нее, на дизму. И тут можно ее подальше увести именно. Вот видите, у нас позволяет тут расстояние, как раз и размер. Четко подгадалась, короче. Ну, вот как-то так-то. Так, теперь давайте добавим именно... Так, что еще хотелось? А, вот когда каска была поменьше, надо было вот эти края еще увести скосвенные, чтобы были. Ну, не суть вопроса. Так, Shift Z опять я тут сбил. Поправляем. И нужно что? Нужно добавить нам... Так. Добавить нам нужно челюсть. Челюсть не проблема. Это Append. Добавляем куб. Выбираем куб. Делаем у Gizmo Transpost. Уменьшаем его. Сейчас подгадаем толщину, ширину, глубину и размер. Перекручиваем. Подставляем. Еще немножко перекручиваем. Подставляем. Делаем Kyle или растягиваем в высоту. Подгадываем еще поточнее, значит, к челюсти. Ну, вот так как-то. Ну, а тут уже резку. Резку будем делать после Dynames. Это значит, что у нас Dynames. Что у нас тут с мешем? 3D Mesh from... Ага. Отключаем нашу ступеньшницу. Control Z. Делаем побольше, значит, Dynames. 6D включаем наш глаз. Выбираем TrimCour полосу. Отсобачиваем. Ну, тут такой вопрос. Так. А тут такой вопрос назревает. Он, значит, должен быть полукруглая челюсть. Так. Назад. Выравниваем. Обрезаем ее вот таким вот образом. Ну, а здесь нужно будет просто ее сдвинуть. Ну, где-то вот в таком размере. Так. 6D. Ну, вот нормально. Теперь, что у нас получается? Нам нужно подгадать... Нам нужно подгадать вот эти две части. Это, опять же, добавляем... UpIn, добавляем куб. Опять же, переходим на куб. Давайте его немножко сплюснем. Уменьшим. Убираем. Убираем. Перекручиваем. Подставляем. Подводим к нашему персонажу. Делаем ему еще скайл. Ну, чтоб мелкий не был. Подводим к целистин. Вроде расстояние... Так, диаметр... Ну, диаметр, толщину можно еще уменьшить. Это уже не проблема. Так, нормально. Теперь включаем картинку. Опять же, мы ее подгадываем по картинке. Так, чуть-чуть есть скайл. Угу. И перекручиваем нашу, вот эту заготовку. Выводим ее на нашу челюсть. Уменьшаем. А ну-ка. И отсобачиваем. Так, пусть она выше в голову будет. Если что, вытянем потом. Так, теперь по челюсти. Альт. Чуть-чуть тут у меня пошли разногласия. Значит, чертежом. Ну, вот, вот так будет, наверное, правильнее. Так, где тут? Вот, вот так будет правильно. И чуть-чуть можно растянуть и ввести в бок. Так, вот. Теперь осталось нам добавить уши, добавить ключ, добавить. Давайте вот эти вот добавим. Стукенцы. Так, вот здесь как бы рука у меня чуть-чуть больше, да? Тут как бы она выходит. Ну, у меня, в принципе, вот эта форма устраивает. Потом буду делать корректировку. Делаем дубликат вот этой запчасти, которая будет двигать челюсть мира. Теперь, какая штука нам еще понадобится? Нам понадобятся вот эти вот ударники, да? Давайте добавим, АПН добавим сферу. Уменьшим сферу. Подведем ее прям к руке, по центру. Вот такая будет у нас заготовка. 6Z включим нашу вот эту обезьяну. Почему-то нога больше стала, тут по голове проходим. А ну-ка. Так, это у нас ног топологи. Попробуем. Так, сначала гизму. Ногу чуть-чуть уведем назад. Гизму отключим и чуть-чуть ее, значит, вдалим. А здесь чуть-чуть вверх. Приподнимем вниз чуть-чуть округлим. Хорошо, что я не стал еще вычитать. Вот эту часть. Так. В принципе, живот попал, запчасть попала, шлем попал, челюсть попала. Теперь нам нужны вот эти самые прикольные приколюки. Да? Уменьшаем, прибавляем. Ну вот, попали. Alice Good. Только теперь вот руку руку. Что-то как-то она... Вот тут все попало. Опять что-то она сбилась, что ли. Ну, не суть вопроса. Мы ее поднатянем-то. Это не проблема. Так, все зашибись. Ну, а теперь вот так вот делаем. Выбираем нашу эту сферу. Stream Rack ставим, обрезаем где-то вот таким вот образом. текстом. Шлем Z. Подгазы. Не крутим, не верхним. Теперь ее, наверное, скайл. Выравниваем подгазы, вытягиваем. Еще раз скайл. Вот. Шлем Z. Ну вот такая получилась стукенция. Теперь в геометре делаем динамеш, побольше динамеша, делаем ей дубликат и все по прошлому. Дубликат, прозрачность, вытаскиваем дубликат, смотрим на толщину стенок, в принципе меня устраивает. Можно еще чуть-чуть поменьше, да. Делаем вычитание, делаем Merchdown, ок. Все, тарелка наша готова. Прозрачность отключаем и на тарелку, на эту ставим стол. Значит в геометре модификации Miro and Well. Так, теперь в 6z нужно сделать вот эту вот нашу ручку, да. Тоже не суть вопроса, не проблема. Смотрите, опять подставляем нашего персонажа. Вот так. Можно сделать маской, можно ремнем. Ну давайте сделаем опять же. Сделаем кубом. Вот это будет лучше. Делаем аппем, добавляем куб. Опять же куб. Нужно это все дело уменьшить. Вот здесь уже рев в принципе не нужен. Можно уже наугад так. Раз. уменьшаем, подгадываем. Перекручим в эту сторону. Плюснем побольше. Перекрутим. Пока делаем ровно. Так. Маскируем на четверг. Делаем Ctrl-I. Попробуем вытянуть. Вот так вот. И надуть. Вот так. И увести в бок. Тут можно будет обрезать. Так. Теперь снимаем маску. Маскируем другой низ. Делаем Ctrl-T. Почему она так вытягивается? Потому что у нее сетка еще не переделанная. И поэтому тонкая сетка. И поэтому у нее вот такая вот возможность гнуться. Так. Ну все. Теперь у нас что получается? Обрезаем ненужные расширения. Убираем убираем какие-то ненужные детали. Так. Теперь середину можно замаскировать. Так. И сделать так вот эти все тоже. А нет. Давайте сначала сделаем геометрия дайна мэш. Побольше полигонаж. Ctrl-Z. Еще побольше. Ну конечно есть вот это как я так тонкость так это все. Ну не проблема. Мы сейчас смотрите что сделаем. Замаскируем середину. Замаскируем вот эти края. Чтобы они не росли. А вот этим краям по примитиву так. Давайте сделаем инфлат. Я его через детство люблю. Вот. Делаем инфлат. Сверху чуть-чуть выглаживаем. Стенки теперь толстые. Ну вот и все. Немножко повторим обрезание. Чтобы ровная ручка была. теперь теперь можно надувать как угодно толще меньше. И вот так подставлять. вот чуть-чуть значит вглубь. И вот эту чуть-чуть вглубь. Можно выглубь. Вот. Все. Прикольно. подставляем такая штукенция. Делаем такую штукенцию. Это модифика по Миро М12. И теперь нам понадобится опять наш реф. 6 з. Подгадываем по нашему рефу. Видите, опять же получается плюс-минус. Так. теперь вот так вот получается. А это получается мы перекручиваем вытягиваем побольше и подставляем на вот это место. Нужно даже еще сделать. подставляем чену каждому подставляем вот почему-то руками осталось больше его подставляем так по верху правильно вот так он голубит давайте скажу и опять сделаем подгадаем вот теперь вроде бы должно попасть так добавить и нужно то гайки там всякие причинга но тут еще вовнутрь нужно добавить какую-нибудь такую там у него что у него там что-то должно механизм какой-то быть да ну давайте что-нибудь чтобы шею держалась тоже пружина добавим аппенд и добавим какую-нибудь ну давайте сферу чтобы она как бы заполнила вот эту пустоту внутри так мы ее поднимаем уменьшаем поднимаем вот уже вроде бы прикольно там какая-то стукенция значит есть можно обрезать сделать какую-нибудь там гладкую или еще какую-нибудь и из нее из нее давайте выпустим крепеж это значит аппенд добавляем что мы добавим давайте вот цилиндр добавим делаем ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d делаем такую штукенцию уменьшим поднимем кверху перекрутим растянем уменьшим ну чтоб толстая не была просто нам нужен этот черковочный такой вот механизм так вот как раз она попала хорошо по гайкам да вот этим вот вот теперь все то ну а теперь ее можно уменьшить она нам не понадобится ну это просто чтобы внутреннюю часть как бы заполняла можно еще посмотреть как она движется перед тем как ее объединять делать какие-то детали чтобы ну анимацию можно было делать и ритм ставить тут она еще на каких-нибудь шарнирах возможно должна ходить там можно выбрать под сферой или все как там это может другой вопрос это не проблема выбираем руку делаем ей дубликат и давайте найдем какую-нибудь гайку я просто не хочу делать это не те гайки давайте эти гайки посмотрим вот они гайки под крестовую под болты она у него крестовая так вот гайка вытянута делаем control w от соединяем и сделаем сплит grow split ok это одну часть рук удаляем delete ok остается гайка гайку мы переключаемся на стандартную кисточку и значит мог дизму вытягиваем чуть-чуть вперед вот подгадываем делаем геометрию mirror and well все гайки есть теперь точно так же делаем вычитание что тут да все в принципе все тут а ключ давайте еще покажу а еще уши надо добавить уши не проблема давайте добавляем уши это опять же up and опять же куб выбираем куб подгадываем куб делаем скайл так вот по ушам у меня рефа нет уши буду делать именно наугад так строго не судите в принципе тут вот так подставляем делаем уху дай нам с переключаемся выбираем кисточку клип циркл это будет как-то выглядеть наверно вот теперь выбираем теперь выбираем можно вычитание можно просто вот резкой да а вот так побольше поставить и побольше значит alt 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 отсобачиваем вот ну где-то такое ухо чуть-чуть его можно сплюшнуть как-то подгадать возможно где-то большой угол сделать скайл да не нормально и теперь отсобачить ненужную часть ухо делаем всему этому дай нам из включаем мофта повод же где-то возможно подтянуть как-то тут вперед и вот так вот вытянуть наверно как-либо вот поприкольнее чтоб было ну и зло бы тоже дать где-то выгладить возможно так control 5 нет выгладывать давайте не будем пусть она такая рубаная да угу ну еще какую-то часть можно приподнять где-то что-то увести и можно угол побольше ну как рог и делаем модифика полу для мира n2l ну вот получается такая заготовка на этом пока всем пока до свидания раскраска вы уже наверно поняли как будет обстоять это вот этот же реф все будет производиться на него ключ ну тут в принципе давайте ладно ключ добавляем append добавляем цилиндр выбираем цилиндр делаем что мы делаем делаем sky делаем перекрутку выводим его вперед делаем еще раз sky можно растянуть маскирование ставим тринку вверх маскируем делаем control и а так пардонте вот внизу так вот маскируем подальше где-нибудь и делаем sky и выводим его так вверх теперь что у нас получается делаем делаем дайна мэш и все это дело обрезаем шизжет подгоняем под нашу значит заготовку перекручиваем подгоняем ну можно где-то еще вытянуть вот так шизжет ну а здесь мелкая пимпа это можно сдублировать вот это значит нас давайте мы сделаем дубликат делаем и вводим просто у нас дубликат подставляем ну где-то вот такая штукентка так теперь с ключом как будем как будем делать ключ тут вообще все просто заходим находим значит наш цилиндр шизжет отключаем заходим заходим вы не целая а да и не целая и делаем вот такую пустоту делаем make polymesh находим нашу значит так одел наш персонаж наш этот персонаж вот он и добавляем сюда append вот эту нашу заготовку делаем контрол так контрол д контрол д контрол д и сплюснем все это дело перекрутим перекрутим по ровнее поставим чтобы вдруг придется симметрию делать делаем скайл подгоняем по центру прям шрифл з делаем скайл вниз вниз ох я еще и диаметр подгадал нифига себе так еще чуть-чуть вниз делаем контрол так контрол делать нельзя почему потому что у нас включен значит д лоу теперь попробуем вот через контрол левая кнопка мыши зажимаем и делаем дубликат вот сюда подставляем вот сюда подставляем ну и все вот он получился 6gz ключ где-то он вот такой точно все все быстро а тут уже выемку можно сделать вычитание чуть поднадуть и с одной стороны допустим слева сделать вычитание а потом уже будет дублироваться на ту сторону и будет паз такой ну вот такая система вот так в принципе где-то я делаю именно модели но не все конечно точно так же можно выбираете значит референс тело человека тоже маскируете вытягиваете обрезаете зеркалите и потом дорабатываете долепливать и он будет идеален именно без моделирования все всем пока до свидания